На Могилёвшине зараз находятся координаторы швейцарского червоного крыжа. По их линии 10 годов у Беларуси реализуется проект «Гуманитарная допомога уразливым грамадянам». Селитой он денеже у Могилёвской и Витебской областях. Один с направковых в забеспечении гарачим харчеванием особь без певного места джихарства. На переды дни наша сдымочная группа наведала центр часового знаходжения. Этот центр меня спас практически. Приходилось бы находиться где-то на улице. Могилёвчанин Игорь, упэлненный неколю у житей человек, рассказывая свою историю. Жил женщина в Сморгоне, а у неё сгорела квартира четырёхкомнатная. Мы с ней там проживали. Мой дом находился в Могилёве. Ремонтировать квартиру было не за что в тот момент. Пришлось приехать продать родительский дом. И приехать в Сморгоне отремонтировать жене квартиру. Вот так и получилось. А потом с женой развелись, и как бы я остался неудел. Гудка мужчина перееде у интернат-организации Дён Працуя. У центра часового знаходжения особ без пэлнага места джихарства знаходятся зараз 12 человек. Установа дае им на члех и раз у сутки гарача харчаванне. Всё на высшем уровне. Я считаю, что очень хорошо организовано. Само горячее питание с учётом... Оно достаточно сбалансированное. Мы не даём человеку каких-то несоразмерных благ. Мы позволяем человеку просто не быть голодным. Это очень важная точка в социальной карте города Могилёва. Центр ночного знаходжения дае притулок только на три месяцы. Каб за этот час человек мог знайсти работу и жильё. Да раньше 80% постояльцев были осуджены. Возникают у людей трудности с трудоустройством, с получением жилья. Некоторые не выдерживают, срываются. Но процентов 50-60 трудоустраиваются. Без медицинского огляда на наш лех центр не пуская. Однако организуя медицинскую комиссию, каплюди не застались на улице. Татьяна Сергеевич, Віталь Алексеенко, Новинирегион.